Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за эти удивительные песнопения, за вступление, за это невероятное признание, которое мы воспеваем Тебе, Ты мой Господь Иисус. Мы благодарим Тебя за это время в церкви, за чудо церкви, благодарим Тебя за невероятное ободрение в вере, всякий раз, когда мы приходим сюда. Благодарим Тебя, Господь, что даже этого небольшого времени в слове так достаточно, как кажется, для того, чтобы продолжать целую неделю. Это чудо. Где еще, в каком месте, пребывая всего час-полтора, и ходить в этом, и снова стремиться прийти. Господи, это Твое чудо, Твоего Слова, как Ты и обещал, потому что все Писание – это откровение Твоей истины, Твоей благодати, Твоего подарка. Благослови это Слово во имя Твое, Иисус. Мы молимся и просим. И все сказали «Аминь». А, я думал, что мы все стоим, да? Надо тогда снова посидеть, сидеть, сидеть. Вы столько взволнованно друг друга обнимались, что потом просто сидим. Хорошо, это очень хорошо. Я пройдусь немного перед тем, как начну слово, потому что сказал пастор Норлан. Это было очень хорошее слово. Радость в особенном послушании. Послушаться могут многие люди. Например, солдаты. Сыр, на, и все, ох, застыли. Больно, и все расслаблены. Или же спортсмены. Сказано прийти на тренировку, они приходят. Или же школьники, студенты. В какой-то степени они обучаются дисциплине. Но вот интересно, что наше, действительно, наше послушание, оно является особенным. И мы начинаем со временем различать, что у нас могут быть одно ложное послушание, а другое истинное. Истинное, это обозначает, я отдыхаю в Господе. Я принимаю благодать. И потом мне так легко по этой благодати слушать его. Если я сорвусь и отойду, и потом начинаю насильно что-то делать, через некоторое время я не хочу так делать. Мне нужно опять возвращаться к этому удивительному покою, подарка, где мы хотим воспринимать еще больше. И так, это радость особенного послушания. Блажен муж, блажен человек. И там мы можем выделить, который не, но который но. Но все время пребывает в Слове Божьем. Это откровение. И откровение того, что именно Слово Божье воздействует на нас. Далее, очень интересная мысль о том, что мы уже благословлены абсолютным послушанием. Но когда мы это абсолютно применяем на практике, то мы еще за это получаем награду. Кроме того, эта награда не только тогда, когда мы будем с вами на небесах, но она уже сейчас, потому что мы в этом послушании становимся на путь служения. И на этом пути нам нетрудно, и это не приносит никакой усталости, потому что наши силы другие. Абсолютная находящаяся у Бога переходит в практическую жизнь, и это еще вознаграждается. Давайте похлопаем. Это здорово. Вы пользуетесь. Что-то такое драгоценное вам дали и сказали, вы можете этим пользоваться. Вы начинаете этим пользоваться, а вам приносят еще и дары за это, награду. И вы можете сказать, вроде бы я пользовался для себя, какой молодец, вот еще награда тебе. Различие, которое было также сказано в Ветхом Завете, если выберете, то будет вот так. В Новом Завете, если вы выбираете, то у вас будет так, вроде бы одно и то же. А если не выбираем, пауза. Ничего не засчитывается. Потому что Бог обещал, что Он спасая, спасет. И если мы заблудились, то Он-то не заблудился, и Он нас начинает передвигать и вести словом, и приводить к этому объективному, чтобы оно стало нашим субъективным. Потому что наш внутренний человек – это не обновленный ветхий Адам, а это новый человек. О котором говорится в Римлянах в 8 главе, 29-30 стихи, что задача Отца заключается в том, чтобы Дух Святой нас преображал в образ Сына Его. Что? Без образа, без Духа Святого мы не знаем, что такое образ Сына Его. Как думать в той или иной ситуации? Только успокаиваясь в Иисусе Христе, мы получаем объективную истину от Духа Святого. И Он говорит, ты теперь пользуйся. Мы все время получаем дары. Используя их, мы становимся убежденными, что это не было не кратковременно. Знаете, как у чемпионов? Старался, старался, достиг, а потом уже не может то же самое повторить. А у нас, когда мы достигаем один раз, второй раз достигаем, у нас складывается убеждение и доверие, что Он там обязательно будет, и Он это снова воспроизведет в нашей жизни. Потому что наш новый человек, он абсолютно послушен. Он по Христу. А ветхий какой был, такой и остается. Только еще хитрее становится. Я возрастаю в послушании. Слава Богу! Замечательное вступление. Спасибо. А теперь наше слово. В Евангелие от Иоанна, в четвертой главе, происходит очень интересный разговор Иисуса Христа с женщиной-самарянкой. Сначала это была битва за ее внимание. Битва с ее ветхим человеком, у которого были националистические воззрения. Я самарянка, ты иудей. Гендерные противоположности. Я женщина, ты мужчина. Мы видим, когда пришли ученики Иисуса Христа, они тоже были смущены тем, что Он разговаривал с женщиной-самарянкой. Затем возникают некоторые вопросы, по мере того, как она продвигается вперед и в понимании, и растет в духовном состоянии, что очень важно. Посмотрите. Пришла к колодцу, ты иудей. Он пропускает мимо. Он говорит, ты знаешь, вот ты пришла попить, а если бы ты стала пить ту воду, которую я дам? И он начинает все время ее ободрять. Когда мы с вами находимся в церкви, находимся в слове, слушаем, допустим, проповедь в записи, мы с вами обязательно получаем такое удивительное ободрение, что выходим из этого времени вооружившись. Вы помните, в вступлении говорилось, в Псалом 1, блажен человек, который день и ночь проводит с Богом, в слове Его. И это слово не является тем, которое бы разрушало. Если другое слово, слово в мире, то опять же к первому стиху мы возвращаемся, и там говорится, есть люди, которые сидят в собрании развратителей, потом под этим советом они становятся на путь греха, а затем они идут и грешат, и делают это по совету, который они получили. Сначала сидят, потом и учатся, потом они встают, практикуют, и в конце концов бегут по этой тяжелой дороге. А тот, который слушает слово, он слушает жизнь. И Петр сказал Иисусу однажды, когда тот спросил, 6 глава Евангелия от Иоанна, а вы не хотите уйти? Вот те вот послушали, я их кормил хлебом, теперь сказал им более высокие категории, и они ушли, а вы не хотите? И Петр делает признание, а куда мы пойдем? У тебя все глаголы жизни. Куда я пойду? Куда я пойду? В какую церковь мне пойти? Мне нужно идти, где все время говорится о глаголах жизни, и все время идет призыв к практике этих глаголов жизни. Глагол жизни, что это обозначает? На греческом языке это слово рема, то есть это слово, когда воспринимается слово логос, общая, объективная реальность Иисуса Христа, и применяется как драгоценность в жизни человека. Это тогда логос переходит в состояние глагола, и это слово начинает действовать в нашей жизни. Кроме того, вы обнаруживаете, что, а в общем-то теперь мне некуда идти, я и не хочу никуда идти, чтобы весь мир там не говорил. Как говорится в 24-й глаголе, в книге Исаии, говорится о том, что вы можете делать, что хотите, мы все свободны, но вот я и моя семья, мы будем следовать за Господом. Апостол Петр говорит, я никуда не пойду, больше мне негде, я слышал очень много, был в разных кругах и среди рыбаков, и приходил в храм, слышал многое, но такого, как ты говоришь, не слышал, потому что эти слова уже во мне действуют. И вот в разговоре с женщиной-самарянкой происходит следующее, смотрите. 14-й стих. Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Вам нравится это? То есть, что это за вода? Религиозная вода. У нее была религиозная вода. Она ходила к этому колодцу, который находился за 5 километров от города Сихаль. Маленький городишко, переводится пьян. То есть, характеризуется тем, что там жили люди, пристрастные к алкоголю. Но среди этих людей она была изгоем, потому что она считалась, что эта женщина-блудница, у нее было 5 мужей, и шестой мужчина, с которым она жила, он не был ее мужем, то есть, она жила в грехе. И ее останавливает Иисус Христос. Она каждый, я не знаю, как часто она ходила, но у нее был порядок, и этот порядок такой. В самый разгар дня пройти эти 5 километров для того, чтобы именно из этого колодца, колодца Якова, взять воды и тем самым показать Господу невидимому, видишь, как я все-таки люблю то, что ты сделал через твоих патриархов. И он там, на этом колодце, сидит на камне. И она была возмущена. И он сказал, вот та вода, за которой ты, и только она понимала, что это была не вода из этого колодца, а именно ее хождение, чтобы показать, как я своими трудами достигаю, пытаюсь достигнуть тебя. Тебе придется завтра приходить, послезавтра приходить. Но ту воду, которую я тебе дам, ты жаждать не будешь. Почему? Потому что в тебе эта вода станет источником воды, текущей в жизнь вечную. Вот оно слово. Даже знание одного слова может воздействовать на человека так, что он в какой-то момент жизни меняет царство. Я говорил об этой истории, она произошла, это трагическая история, она произошла в Баку, не помню, это было, наверное, наверное, это было где-то в году 94-м. Загорелся состав метро в туннеле. Было очень много жертв, жертв свыше 300, по-моему, так. и трагедия большая была, и затем мы в церкви решили, что будем приходить к тем людям, которые спаслись, помогать им, ободрять их и говорить слово. Сначала выслушивали, а потом уже было слово. И вот одна женщина сказала, когда загорелся поезд, а я была, я ехала с рынка, вот, и я поняла, что все, конец. И тогда мне на память пришли слова моего сына. Я стала думать, что он мне говорил, что он говорил, хотя бы что-то мне бы сейчас сказать в этот момент перед смертью. И она вспомнила, что он говорил ей о царстве Божьем. И она закричала, царство хочу, царство хочу. Двери открыты. Она была удивлена, она не видела, как они открываются, они открыты. И она выскочила из этого поезда. И было еще несколько. Суть заключается в том, что вот эта женщина, посмотрите, сын ей сказал, она услышала чуть-чуть, ей казалось, да ну ты занимаешься не тем, а в жизни. нужно другим заниматься, смотри, как я на рынок езжу и так далее. И вот она закричала, и ответ тут же последовал, она была спасена, теперь смотрите, через некоторое время к ним приходит в палату проповедник, который говорит ей теперь уже о царстве, у нее это стало ремой, ей хотелось продолжение, Господь знает, что ей нужно, она уже спасена, она затребовала царство, он тут же ей даровал спасение и присылает своего гонца, чтобы тот ей теперь объяснил, что и как. Это очень важно, чтобы ваша семья, ваши родственники, как бы они не относились к вам, они вас все равно любят, вы должны им сказать, вы должны один на один, когда не будет других людей рядом, и они тогда спокойнее ведут себя, им не нужно из себя героя какого-то строить и послушают. Однажды так произошло в горах Азербайджана, наша церковь приехала туда, и мы проходили, два или три дня мы там находились, действительно, в горах и горное село, мы же мимо этого села проходили несколько раз и люди стали приходить, приходили, как будто бы идут в церковь, они одевали самое лучшее, приходили туда, пели вместе с нами песни, затем смотрели фильм Иисус Христос, и в завершающий день утром пришел Мула, и он был очень сильно разгневан, на то, что происходит. А те люди, тоже его веры, они говорили, что это такое, у нас здесь христиане, нужно их отсюда погнать. И вот он пришел, чтобы погнать, но перед этим он сказал, вы меня должны убедить, скажите, что у вас за путь, если это правильно, я пойму, вы останетесь, если нет, вам нужно будет покинуть. И вот мы провели с ним всего где-то минут 10-15 честный разговор о жизни, о смерти, и оказалось, что накануне, почему это подвигло его так, и очень бурно разговаривать, у него умер родственник, и он был как раз тем, кто должен был совершать эту молитву и обряд, и когда уже эта буря у него прошла, он сказал, я видел мертвого, и я не знаю, куда он пошел, что вы скажете, и вот я ему все это объяснил, он вздохнул и сказал, что он понял, он желает, чтобы мы продолжали, и кроме того, он попросил, чтобы ему привезли или переслали на азербайджанском языке новый завет инджил, что мы через некоторое время сделали, я сказал ему, ну сейчас у нас будет час посвящения, если хотите, останьтесь, и он остался еще на час, и это было хорошее время, то есть мы с вами видим, как слово прикасаясь, так же, как прикоснулось здесь к самарянке, оно продолжает действие, сначала у него была напряженность, потом вроде бы отторжение, затем он стал понимать, что то, что ему говорят, это здраво все, и затем он это принимает, приняв, он стал сотрудничать и говорить о том, что вот я не знал, что такое смерть, теперь я узнаю и понимаю, что есть продолжение, и каким образом у вас это продолжение становится действительным, потому что нельзя стать человеком праведным, соблюдая законы, обязательно их будешь нарушать, и вот самарянка ему говорит, что дай мне этой воды, и он тут же, говоря ей о воде, тут же стал лить духовные воды, это были воды прощения, благодати, любви, приведи мне своего мужа, она всю, и он рассказывает ей историю, и она понимает, что ее совершенно не осуждает, но она понимает также, что единственный, кто может, не осуждая это сделать и принять ее такую, является никто иной, как мессия, потому что мессию можно было ждать, как царя, который выведет Израиль из-под засилия Рима, Рима, а другим людям, которые очень много натворили в своей жизни, им мессия нужен был тот, который будет Агнцем, и она встретила своего Агнца, и вот теперь посмотрите, что о чем они говорят, когда он стал ей говорить о том, кто она дает благодать, девятнадцатый стих, женщина говорит ему, Господи, я вижу, что ты пророк, отцы наши поклоняются, и так, ты сказал мне то, что никто не мог сказать, кроме того, она приняла еще нечто такое невероятно духовное, вы знаете, это духовное такое, я тебя люблю, я пришел, чтобы тебя простить, ей передается смысл, который не записан, но это доктрина его первого пришествия, и когда он разговаривал с людьми, то он указывал на это, когда он прощал людей, вернее, когда ему приносили людей больных, то он говорил им, прощаются твои грехи, о чем он говорил, что так может говорить только лишь Бог, или проявление Бога Мессия, одни возмущались, другие задумывались, и вот здесь она говорит, я вижу, что ты пророк, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите в Израиле, вы говорите, что должно поклоняться в Иерусалиме, и Иисус говорит ей, смотрите, 21 стих, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, вы не знаете, чему кланитесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Я хочу быть таким поклонником. Что означает поклоняться в духе и истине? Посмотрите, когда мы родились в этот мир, то произошло такое событие. Нас не было, но мы родились и появились в этом мире. А что этот за мир, который нас окружает? Денис, что за мир? Материальный мир, здорово, материальный, душевный, в некоторой степени духовный с отрицательной направленностью. Но характеристика этого мира это сотворенный мир. Я, мы с вами сотворенные люди, и мы с вами поступили в этот сотворенный мир. Этот мир мы с вами видим. И очень часто это этот мир, в котором мы находимся, мы видим его. И Господь предлагает перейти на поклонение не по-видимому, а искать другой вид поклонения по-вере. А по-вере это означает этот мир, в котором мы живем, мир видения, и есть тот, кто этот мир сотворил. Бог. А вот как ему поклоняться? Как просто взять какой-нибудь образ, какую-нибудь статуэтку, еще камень или еще что-то такое, и поклоняться этому, и поклоняться, и наделять тот или иной предмет какими-то божественными качествами. Но это не то. Потому что ни этот предмет, ни дерево какое-то заколдовано или еще что-либо, ни ангелы не сотворяли этот мир, ни люди не сотворяли этот мир, но Бог. И Он предлагает, чтобы мы искали Его по-вере. Это обозначает, что между мною и Богом есть большое различие. Он Дух, у меня есть тело материальное, у меня есть душа, она нематериальная, и есть еще Дух. В Ветхом Завете люди не имели Духа, Дух пребывал на них, но в их Духе Он не находился. В Новом Завете получилось так, что я пошлю вам Духа после того, как завершу работу. И мы с вами являемся теми людьми, которые поверив в Иисуса Христа приобрели, но не приобрели, не бесплатно это было дано нам. С нашей стороны мы ничего не заплатили. На нашу сторону выпадал до этого момента только ад. Но вот когда Он совершил, завершил все на кресте, и мы в Него поверили по Его Слову и Он умерев на кресте воскрес затем в гробнице и через некоторое время вознесся на небеса, то получается следующее, Он нам только лишь говорит, проповедник говорит Духом Святым, и если мы принимаем Его по вере и говорим Господи, не чему-то видимому, а невидимое происходит рождение свыше, и тогда Никодим увидит Иисуса не как Учителя талантливого от Бога, а как Царя Царей, как Господа Господ, как Того, Который был обещан, явился воплоти, чтобы все выполнить, прожить свою жизнь как человек и не совершить ни одного греха и стать Агнцем, который был ягненком, который был обещан, он это все сделал, и какая же радость, оказывается, никуда не надо идти, оказывается, мне только лишь принять нужное, и мы это сделали, и через некоторое время в нас стали происходить чудеса, когда сливаются мужская и женская клетки в утробе матери, то сначала она просто делится, а потом часть образовывающегося создания во некоторой части начинает пульсировать небольшой участок, это будущее сердца, все, все получилось, ничего папа и мама не предпринимают, чтобы у ребенка запульсировало сердце, по времени уже должна быть пульсация, еще не ощущаем, как это, что нужно делать, кому позвонить, да вообще ничего не делают, а ребенок возрастает, мы с вами по вере приняв Иисуса Христа, вступили с ним в удивительные близкие взаимоотношения, и в нашем духе появился Святой Дух, и этот Святой Дух, он и имеет, приносит в нашу жизнь все различия, поэтому между нами и ветхозаветными праведниками большая разница, потому что в нас уже Бог поселился, а там Он пребывал на пророках, они совершали удивительные дела, делали откровения и так далее, мы с вами когда приходим сюда, то у нас нам нужно понимать, мы с вами учимся вот этому действию, вера, мы ее развиваем, запомним одно, а я не хочу сегодня славить Бога, да правильно, ни ваш Адам, ни мой Адам не хочет славить, ни в коем случае, но мой новый человек сигналит мне, а ты переходи сюда, в нового человека, и тогда ты не будешь уставать славить, ты будешь понимать всю Библию, например, пастор Нурлан говорит, вот Псалом номер ради, и он написал Давид, это было за тысячу лет до рождения Иисуса Христа, и вот тут пишется о христианине, который поклоняется Богу, можно было бы сказать, подождите, о ком христианине, Христа еще не было, а суть заключается в том, что Христос вчера, сегодня и всегда один и тот же, и когда мы в него поверили, он предлагает нам в Духе Святом, и весь Ветхий Завет, где говорится о нем, и мы читаем, и видим те ростки, мы также видим то непонимание, которое было у тех людей, мы идем дальше, и продвигаемся дальше, мы с вами возрастем, возрастаем в познании Бога, но вот незадача, я же могу и выйти из веры, и быть водами, правда, и тогда здесь начинаются проблемы, у кого они были, у каждого, кто поверил в Иисуса Христа, кроме самого Христа, мы с вами видим Иоанна Крестителя, которому было открыто, он еще находился в утробе матери своей, и когда пришла Мария, а у нее в утробе находился будущий Мессия, и Иисус как человек, то внутри у Елисаветы взыграл младенец, которому было шесть месяцев в тому времени, будучи Иоанн Креститель. Удивительная сцена, удивительное откровение. Встретились двое, один должен стать предтечей, то есть тем, который будет говорить об Иисусе Христе, а другой будет родиться и будет этим Христом. Замечательная жизнь Иоанна, Креститель, у него отец священник, и скорее всего он его обучал всему, и потом Иоанн Креститель начинает жить точно так же, как Илья жил в пустыне, ведет образ жизни отшельника, начинает говорить интересные вещи, люди боятся, пугаются, думают, что может быть он Христос, он говорит, нет, я не Христос, но идет за мною, и он объявляет через некоторое время миру вот Христос, замечательно, давайте похлопаем Иоанна Крестителя, одиннадцатая глава Евангелия от Матфея, колоссальная проблема у Иоанна Крестителя, он в тяжелых условиях и посылает своих учеников, чтобы они спросили у Иисуса, скажи, а ты тот самый, которого мы ждали, или тот придет позже, смотрите, не зная, что в нас два человека, один по Христу, а другой по первому Адаму, первый Адам в нас сразу же примется осуждать Иоанна Крестителя, Вы слышите, да? Как же так? Ты такой! И о тебе написано в Библии, и вот теперь ты сомневаешься. А суть заключается так, что мы с вами проходим такие же периоды жизни из-за того, что время, в котором мы с вами живем, и этот мир, который мы видим с вами вокруг нас, и не всегда мы имеем эту вертикаль веры с Богом, жизнь начинает давить нас настолько, что мы можем засомневаться. Когда вы засомневались или я засомневался, то мы стараемся держаться, может быть, и удаленно от церкви. Почему? Потому что Адам наш не хочет, чтобы мы были в церкви. Будем в церкви, Адам в тюрьме. Но как только в церковь приходит наш субъективный мир, тогда получает воздействие от Духа Святого, и мы с вами расцветаем, и поем, и начинаем размышлять, у нас восстанавливается вера, у нас восстанавливается это удивительное путешествие вместе с Иисусом Христом, и тогда Слово Божье становится реальностью точно так же, как Иисус отправил посылку через учеников Иоанна к Иоанну Крестителю. Какая это была посылка? Он им отправил Писание и сказал, как написано в Писании, что слепые видят, хромые танцуют, ходят, прокаженные исцеляются, мертвые воскрешаются, идите и передайте. Для человека, который знает Писание, это возвращение и ободрение. Да, ты тот самый, которого мы ждали, только мы попутали. два пришествия. Ты пришел в первом пришествии для того, чтобы быть как никто, будучи всем, и принести себя в жертву, выполнив все, что требует отец, и какие условия он поставил, какой должен быть агнец. Ты все это сделал, мы тебя приняли, и мы живем теперь по-другому. Иисус может сказать, а ты не хочешь от меня сегодня уйти? И мне как Петр говорит, нет, я хочу быть с тобой, меня к жизни может возвратить только лишь твое слово. Есть сомнения в нашей жизни, но это не приговор, это только кратковременно. Чем быстрее мы с вами идем в тот подарок образования, который он нам подарил, а этим подарком является его полнота присутствия, и говорится об этом послании Кевисянам в первой главе в 21-22 стихах, где говорится, что он в церкви полнота Бога. Мы даже не знаем, как это происходит, правда? А вы вообще знаете, как вы видите, как вы слышите, какой там молоточек ударяет по наковальне прислышаннее, как это трансформируется в электросигналы, куда это уходит, в какую часть мозга, каким образом действуют колбочки там и остальное в нашем глазу. Мы с вами можем это изучать по творению, а вот Бог предлагает, а ты изучай Творца, ты воспринимай от Него откровения, и тогда твоя жизнь станет удивительной, полной. Аминь? Отец наш Небесный, мы так благодарны тебе за твою удивительную любовь, которую ты показал, доказал, и убеждаешь нас в этом, тем, что отдал своего возлюбленного Сына, Сына своей любви, ради приобретения нас к себе новых именно в Сыне, не без Него, а именно в Сыне. Мы так благодарны тебе, Господь. Ты начинаешь с нуля, даже еще с минуса, потому что мы греховные. Ты прикасаешься и даришь нам спасение, потому что заплатил за все грехи наши. и ты каждый день на нашей стороне благословляешь, даешь свою объективную реальность, разъясняешь Духом Святым. Мы так благодарны тебе. Благодарим тебя, что ты не оставляешь нас, когда мы в сомнениях. Благодарим тебя, что у тебя всегда приготовлено новое удивительное блюдо твоей глаголы жизни. Слава тебе! Может быть, среди тех, кто слушает эту проповедь, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Это очень просто. Если вы не знаете, куда вы пойдете после своей физической жизни, или же не знаете основания, почему вы туда пойдете, вам обязательно нужно принять Христа. Он единственная дверь, Он единственный путь. Как бы это радикально не звучало, принимая Христа, вы принимаете подарок жизни, вечной жизни, вечной мудрости, совершенно нового характера и мировоззрения. Принимая Христа, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне жизнь вечную, научи меня Твоему Слову, приведи в живую церковь, научи жизни в Тебе. Во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Благодарю вас, Бог. Спасибо.